привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит и сегодня у нас продолжение всяких тем про искусств интеллект я продолжаю знакомить про различные системы основанные на знаниях я изучил я рассмотрел различные сос систем основан на знаниях и классификацию ссылка сейчас на это будет здесь и сегодня хотел бы рассмотреть еще одну еще один класс систем который мы не рассматривали ранее это вопрос на ответной системы или вопрос ответной системы так что погнали вопрос ответной системы соответственно по-английски они называются q и systems правда если вы будете искать это гугле то вам скорее всего да дадут очень большое количество ссылок типа quality assurance systems это то есть системы для тестирования для подтверждения квали качества поэтому нужно писать просто куэссин ансинг ансинг система вот поэтому запросу будут большое количество материалов потому что сами эти системы разрабатывались в 1960-х годах двадцатого века начали разрабатываться но тогда все было очень так скажем слово сложно или просто у нас была экспертная система что такое экспертной системы я тоже подробно рассказывал ссылку здесь и перед ней ставилась вот этот вопрос ответ на систему давайте вопрос ответная система которая собственно стояла между пользователем конечный пользователь экспертной системы и экспертной системы самой и позволяла вести диалог на естественном языке то есть это был такой интерфейс к экспертной системе сегодня мы бы такую систему вот сегодня назвали бы чат-бот чаще всего подобная система реализуется виде чат-бот поэтому сегодня мы под вопрос ответной системы будем рассматривать немножко другую другой тип систем и собственно если у нас есть пользователь конечный пользователь до утка мы моей научной руководительниц который меня всему этому учила в свое время значит если есть конечный пользователь значит должен быть и бесконечный собственно конечный пользователь задает вопрос вопрос попадает в модуль модуль который называется модуль обработки вопрос вопрос это модуль у нас три функций первая это функция которая называется анализ анализ вопроса 2 функции эта классификация то есть мы проанализировали вопрос и затем его проклассифицировали по каким-то нашим внутренним критериям в зависимости от предназначения системы и 3 3 функция это переформулирование переформулирование вопроса на внутреннем языке внутренний язык задавания как бы вопроса к следующему модулю вот этот вот запрос теперь то есть вот этот вот этап он берет вопрос и выдает запрос на каком-то формальном языке который отправляется в модуль обработки так обработки документов и соответственно в этом модуле может быть либо документы какой-то набор документов либо база знаний такое база знания тоже рассказал ссылка вот здесь либо это вообще world wide web интернет и документы интернет вот с этими источниками происходит тоже две функции мы фильтруем фильтрация фильтрация документов и источник да давайте здесь знаете что напишем не документов а источников модуль обработки источников соответств фильтрация источников и ранжирование насколько я помню ранжи рование фактически этот модуль выполняет примерно то же самое что делают поисковые системы то есть это примерно поисковые системы то есть вот здесь у нас уже запрос формальный запрос который отправляется в эту поисковую систему до которой выдает результат и этот результат выдается в модуль кто бы мог подумать модуль обработки чего ответа сюда выдается результат поиск вот и в модуле обработки ответа у нас опять несколько функций а именно так же как в модуле обработки вопроса три функции первое значит у нас идентификация идентификация мы должны вот в отфильтрованных и отранжированных источниках идентифицировать ответ вторая функция это вы не выявление а знаете там выделение ответа выделение ответа то есть мы в истоке мы идентифицировали источник в котором есть ответ на наш вопрос и выделяем текст этого источника ответ на этот вопрос и третье мы валидируем валидация ответ вот и уже провалидированный вопрос а ответ мы выдаем нашему конечному пользователю собственно вот так вот она работает да и то здесь остается написать то вот это вот такая общая архитектура общая архитектура вопрос ответной системы и дьявол как всегда кроется в деталях когда мы хотим сделать вопрос ответ на систему для какой-то предметной или проблемной области кстати наверное надо снять видео про то чем это эти термины различаются а всегда нужно проектировать вот эту общую архитектуру конкретизировать для предметной области у нас могут получиться либо конкретные конкретные воз до вопрос ответной системы либо универсальная универсальная воз она получается 1 что это значит конкретные воз работают конкретные воз работают с за ограниченной предметной областью и фактически могут использовать только такой ограниченный естественный язык то есть например это может быть деловая проза так называем деловая проза которая очень формально или там юридический язык например у нас может быть вопрос ответная система для юридических текстов мы можем использовать какой-то корпус законов юридических актов для поиска ответов на какие-то вопросы И, собственно, это будет очень такая узкая, конкретизированная вопрос-ответная система Может быть общая вопрос-ответная система, которая отвечает на любой вопрос Собственно, вот Яндекс сейчас стремится сделать из своего поискового движка вот такую вопрос-ответную систему Если, значит, мы вводим в поисковый запрос Яндекса какой-то вопрос Именно формулируем свой запрос поисковый как вопрос на естественном языке Например, кто такой, там, кто такой Лев Николаевич Толстой, да? То, давайте, знаете, как сделаем? Я, может, сейчас покажу это Так, Лев Толстой Ну вот, смотрите, давайте я продемонстрирую Видите, я ввел, сколько будет 2 плюс 2 И вот он прям тут же вывел калькулятор Он Яндекс распознал, классифицировал вопрос И вывел калькулятор, уже посчитал на нем ответ Да, смотрите, даже там синус, вот синус пи напишу Вот если так, да? Вот, и он мне выдает сразу Знаете, там, курс доллара Или давайте сформулируем по, на естественном языке, да? Какой курс доллара? Вуаля! То есть Яндекс распознает вопрос Он пытается ответить сразу на него Давайте, например Кто такое? Что такое? Ладно, ко мне пришел кто-то Все, друзья, вопросы пишите туда С вами был Роман Душкин До новых встреч, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин